Меня зовут Варвара Терещенко, я художник. Мы представляем выставку «Обыкновенные мученицы», которая открылась 18 июня в центре Красной на Красном октябре. Если говорить о выставке в целом, мне кажется, что это, во-первых, очень хорошо подобрано название, аккуратно, в мире болотян. Изначально слово «мученицы» было выбрано, были варианты «святые мученицы», «мученичество». В общем, всё крутилось вокруг этого образа, который очень сильный, с одной стороны, может оказаться слишком экзальтированным, как и сама наша выставка, слишком чувственным, слишком живым в каком-то смысле. Мне именно это нравится. Мне кажется, что у нас получилось очень чувственнее, именно какой-то опыт, который в каком-то ужасов некоторое. Мы тоже, с вами, думали о том, как это всё вместе можно характеризовать. Некоторые размышления о страдании, именно страдании, страдательном опыте, мученичестве, которое сопровождает женщину вообще в жизни. Здесь речь не только о насилии, которым удвигается женщина во всех сферах, особенно в нитивных отношениях в семье, но и просто какой-то женский опыт физиологический был представлен, как, например, «Роды». На открытии, сейчас, скажем, у меня уже нет её, на открытии была аудиоинсталляция Влада Гибровольского, который был некоторый микс из криков рожениц, звуков, танцеваемых женщинами во время родов. И всё это вкупе с моей живописью, такой очень прямолинейный, плакатный, что я воспринимаю как комплимент, потому что мне кажется, что такое визуализирование насилия, именно документация образов насилия может быть очень действенным инструментом в борьбе родов, но я себя воспринимаю как некоторый медиатор между жертвой и зрителем. Мне кажется, просто сам факт переноса этих образов на холст закрепляет, каким-то образом превращает их в некое утверждение. Мне кажется, в обществе, особенно у нас в стране, где, особенно если мы говорим о проблеме домашнего насилия, это всегда табу, это всегда что-то скрытое очень глубоко. И мне кажется, что такой вариант такого броского плакатного визуализирования реальных историй, документальных историй может быть очень полезен, как для искусства современного, которое, мне кажется, не должно закапываться в интеллектуальность, не должно ориентироваться на узкий круг подготовленного зрителя, как и для нашего общества, которое, особенно в России, находится в отношении проблемы женщины, в отношении насилия над женщиной, но очень в примитивной стадии. Мне кажется, что, как говорится, каждая лыка в строку, и чем больше документации этих случаев будет в искусстве, тем больше, грубо говоря, возможности привлечь просто внимание зрителей в проблемы. Эмира Балатина рассказала про мою работу «Белос», представленную на выставке. Я выставила еще и портрет Анны Живнирович, про который, наверное, мы читали и слышали. Девушка, которая публиковала на сайте БОС, она работает там редактором, историю, которая произошла с ней. Ее молодой человек избил ее в среди ночи после трех лет совместной жизни. И она имела смелость и храбрость просто человеческую. рассказать об этом всем и попадать в суд. Сейчас продолжается, было первое заседание недавно, продолжается эта тяжба. Неизвестно, чем она закончится. По крайней мере, она выступает в роли привлепроходца в каком-то смысле в нашем обществе. Это все очень сильно помогает женщинам, которые находятся в этой ситуации и просто не знают, что с этим делать. Ни психологически, это более тонкий вопрос, ни просто, грубо говоря, юридически, куда идти, что делать. И описывая это, Анна действительно очень помогает. Я познакомилась с ней таким неожиданным образом. Я просто, буквально, как только она публиковала эту статью, я прочитала ее. И, я помню, я была на улице и буквально в лифте написала ей сообщение в фейсбуке с словами поддержки, очень бессвязной такой, потому что была очень потрясена. И попросила у нее разрешение поработать с ней и сделать ее портрет. И она сразу откликнулась. И вот получилась вот эта работа, которая называется «Это теперь твое истинное лицо», что является фразой, которую Анин, партнер бывший, произнес, когда закончил избивать ее. И мне кажется, что эта фраза, она, собственно, и поразила меня больше всего, помимо истории, помимо фотографий, которые Аня вложила в себя в этом изразованном состоянии, который, на мой взгляд, выглядит просто очень сюрреалистично. То есть и цвет этого лица, и его форма находятся просто в визуальном плане, в моем понимании вне реальности. Так что даже визуальный аспект очень поразил меня изначально. Но эта фраза, мне кажется, очень хорошо характеризует какую-то суть насильственных отношений мужчины и женщины, это желание в качестве наказания или просто в силу своей собственной натуры дать женщине другое лицо. Поэтому я очень в качестве такой практически мантры использовала очень-очень много раз, написала эту фразу на холсте. Фон просто состоит из, не знаю, миллиона этих слов. И также само лицо перекрывается сверху текстом. Мне хотелось именно исписать это лицо сверху, чтобы подчеркнуть еще раз какой-то насильственный факт. То есть визуально, когда текст проходит по лицу, вообще когда что-то пишется на лице человека, это состоит какой-то неприятный, пугающий эффект. Мне хотелось этого добиться в этими надписями. Ум... Ум...